Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим про концерт группы Sweet, который называется Sweet Fanny Adams 1974 года. У меня уже несколько роликов было про эту команду великую. Это одна из самых моих любимых команд, а концерт Fanny Adams прямо в тройке лидеров. И он того стоил, я так думаю, потому что в 70-е годы, когда я был юношей, подающим надежды, то этот концерт после выхода он поставил на колени всех. Отодвинул и Deep Purple, Юра Хипп, хотя в это время уже были шедевры и у тех, и у других. Короче, когда вышел Fanny Adams, все стали на уши, очень конкретно. И было отчего, потому что вот кто-кто, а Sweet создали шедевр, эталон, hard and heavy. Так вот, о чем, собственно, речь? Историю группы Sweet мы не будем рассказывать, то, что они там барабанщик и Брайан Каноли, барабанщик Мик Таккера и Брайан Каноли, они собрались, решили создать группу. А встретились они в одной команде, где до этого играл Ян Гиллан и так далее. И они много старались, мучились. Чин Чепман у них были продюсерами, авторами песен, которые не давали им исполнять свои композиции. Вот, это все понятно. Но в 1974 году они выпустили альбом Sweet Fanny Adams. И вот я как-то сидел и думаю, так что же у всех названий, как-то название, название и записи, или там левелхеды и так далее, и так далее, можно как-то перевести и связать, привязать к русскому языку. Альбом Sweet Fanny Adams вообще никаким боком. И вот задавшись этим пробелом в образовании, я решил все-таки поискать, и вот что обнаружилось, друзья, оказывается. Была трагическая история в 19 веке, во второй половине 19 века. А точнее, в 1867 году в городе Альтон, графство Гемпшир, была убита маленькая девочка восьмилетняя, которую звали Fanny Adams. Тело было расчленено и брошено в реку. Это ужас, конечно, это кошмар. Это я не шучу, это на самом деле ужас. Все понимаем, да? Вот. Ну, ввиду того, что у англичан юмор еще тот, да? Мы знаем, что англичане хихи ловят не от того, что положено. И вот, что из этого всего вышло. В Королевском военно-морском флоте стали так называть, с черным юмором, консервированную баранину, которая появилась в этом же году одновременно с этим ужасным событием. А ввиду того, что это производство консервированной баранины было на низком уровне, то слово, сочетание слов Sweet Fanny Adams стало названием любого низкокачественного, отвратительного продукта. Постепенно значение менялось, и англичане стали применять это к любому никудышнему, никчемному изделию. В современной Великобритании это сленговое выражение Sweet Fanny Adams обозначает полное отсутствие чего-либо. То есть, ничего. Представляете? Вот такая вот история грустная. Sweet выпустили этот альбом Sweet Fanny Adams в 1974 году. Он, конечно, слушается очень круто. Но история грустная. Я прям, когда узнал, я был поражен прям. Я под впечатлением хожу уже, можно сказать, пару дней. Сама песня, я посмотрел перевод, сделали перевод, посмотрел. Ну, как обычно, рок-н-ролльный ни о чем. Там, да мы, да мы крутые, да мы вас всех, да мы... и так далее, и так далее. Вообще, чем хорошо слушать импортную речь? То есть, импортные тексты? Потому что не вслушиваешься, и тексты не приедаются. Когда мы слушаем нашу музыку отечественную, это уже отклонение, да, ну, от темы главной, то нам хочется, чтобы был какой-то смысл. Мы более к этому требовательные. К иностранным же исполнителям у нас отношение такое, что хорошо поют, хорошо играют, о чем поют до лампочки. И благодаря этому, я считаю, что мы не слышим текста, а слышим общий фон музыки с голосами. Нам эти тексты, нам эти песни, вернее, не приедаются, так как наши слёты. Я слушал целых полгода «Остановите музыку». Я уже как-то где-то рассказывал в одном из роликов. Прямо она меня задрала. Услышал на Новый год. А до 1 июня я исполнял, она у меня в голове гудела «Остановите музыку», ну, прям сил на их не было. Пока что-то там следующее в голову не влезло. Вот, но это другая история. Поэтому, ребята, не копаемся в переводах, дабы не перестать уважать наших кумиров импортных. Потому что у них, если во всех текстах покопаться, многих групп, то там такая жуть. Ну, вот такая, короче, ребята, история. А у кого нет этого альбома, то рекомендую. Это эталон «Харден Хэви». Так ещё, как «Свит» отыграли этот альбом, надо ещё постараться. Один барабанщик чего стоит. Мик Такер это вообще. Отдельная история. Мик Такер. Какой барабанщик был. Из грустного то, что один Энди Скотт только остался. Остальные все уже всё своё отыграли. Ну, вот такая история, друзья. Думаю, что это была интересная информация, хотя и грустная. Спасибо за внимание. Пока.